МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа обзор новостей за неделю. Чем запомнится уходящие 7 дней в ближайшие 20 минут вспомним вместе с нашими корреспондентами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Операции «Быть» 5-месячная Ангелина Анушко с очень сложным пороком сердца поедет в берлинскую клинику. 2,5 миллиона рублей, необходимые на спасительную операцию, там у них уже есть. Зима не заставила себя долго ждать. Многие оренбуржцы оказались к ней не готовы. При пожаре пострадало 4 человека. Сейчас они находятся в больнице. Накануне возгорание произошло в одном из коттеджных поселков. Оценивать недвижимость будут по-новому. Какой налог за квартиры, дома, гаражи и дачи придется заплатить уже в следующем году. Расскажем, не пропустите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Испытание снегопадом за минувшую ночь и день выпало 12 миллиметров осадков. Это треть месячной нормы. Главное управление МЧС Паренбургской области во избежание прошлогодней ошибки, стоившей человеческих жертв, ДОТ благовременно объявил тревогу. К развертыванию 4 мобильных пункта обогрева подразделения главного управления и также отработаны вопросы информационного обеспечения населения о складывающейся обстановке на территории, на дорогах нашей области. На данный момент дороги не закрывались, потому что не такие условия, при которых они закрываются. На востоке области обстановка пока стабильная. Спасатели не исключают ухудшение погодных условий уже сегодня в ночь. Синоптики обещают мокрый снег и гололед. Приведены в готовность дорожники и главы муниципалитетов. О том, как Оренбург пережил этот по-зимнему снежный день и о ЧП, связанных с погодой, расскажем далее в новостях, а пока к другим событиям. Собрать жизни по монетке или чудо произошло? Сбор денег на операцию пятимесячной Ангелине Анушко закрыт. Необходимая сумма у семьи теперь есть. Шансы на спасение девочки со сложнейшим пороком сердца выросли в сто крат благодаря сотням отозвавшихся на беду горожан, а также отклику властей. 28 октября губернатор Юрий Берг подписал приказ о выделении 2 млн 370 тыс. рублей, которые запросила Берлинская клиника за спасительную операцию. Средства перечисляются из резервного фонда губернатора. Как сегодня чувствует себя малышка, ставшая звездой местных телеканалов и интернета? И ее мама на медосмотре Ангелиной сегодня присутствовала Екатерина Сдвижкова. Перед приемом врача Ангелина мужественно терпит раздевание, так ненавистная всеми малышами. И даже оказавшись в чужих руках, прежде чем закричать, она долго посапывает, предупреждая о своем недовольстве. В маминых руках жизнь тут же налаживается. Жаль, работает это не всегда. Сложнейший порог сердца, с которым родилась девочка, может быть вылечен лишь руками берлинских хирургов. Что собрать, нужные для этого почти 2,5 млн рублей, реально, с трудом верилось даже маме, когда она обратилась за помощью в СМИ. И пенсионеры приезжали, и молодые парни, и девушки, и все. Некоторые вообще привозили большие, огромные суммы, и были такие стеснительные, просто отдавали и уходили. 50 тысяч, 100 тысяч. Одна женщина привезла, это, наверное, самый первый раз в жизни я увидела, даже такие деньги, это были 1700 долларов. За две недели всем городам удалось собрать более полумиллиона рублей. Усложняли дело короткие сроки, в которые по рекомендации врачей нужно прооперировать девочку. Настоящее чудо произошло в конце прошлой недели, рассказывает Татьяна Анушко. Сидела дома, пила чай, и мне звонят, и говорят, вам губернатор выделил 2 млн 370 тысяч. Я говорю, не поняла, я не поняла, как так, какие 2 млн, как 370 тысяч. Я переспросила раза 3-4. Не скрывая счастья, мама продолжает. Теперь эту сумму нужно перевести на счет германской клиники и ждать от них вызов, чтобы уже оформлять визу. Оценить готовность маленького организма к перелету, который теперь стал возможен, сегодня приехали врачи Челябинского федерального центра. Девочку они знают почти с самого рождения. Говорят, с момента их последней встречи Ангелина почти не подросла, что неудивительно. И порог не дает расти. Я 25 лет работаю хирургом. Я первый раз встречаюсь с такой патологией. В принципе, это законченный случай. Ребенок поступил с непонятным диагнозом, с неизвестным. Понимаю, что мы отказываем и выписываем ребенка на улицу. Но хорошо наши кардиологи поработали над проблемой. Они позвонили всю Россию практически. Весь мир, и решение нашлось. В руках той, кто и нашел единственно возможный шанс на спасение, Ангелина, кажется, чувствует себя вполне уверенно. Осмотрев ребенка, не сомневается в победе. И сам лечащий врач. Благодаря медикаментозной поддержке она скомпенсирована. Она готова к дороге, готова к предстоящей войне. И мы надеемся, что у нее сейчас есть силы победить эту болезнь. Екатерина Сдвижкова, Петр Рукин, Орин ТВ. Семье Анушко предстоит еще долгий путь по лечению и восстановлению здоровья девочки. Поэтому собранные оренбушцами деньги очень пригодятся. Как говорит мама Ангелины, малышке повезло трижды. Попасть в надежные руки неравнодушных врачей с большой буквы, получить отклик у сотни горожан и помощь правительства. Осталось главное, чтобы операция прошла успешно. И мы будем следить за дальнейшей судьбой Ангелины. Будем держать вас в курсе. И вновь о происшествиях, связанных с погодными условиями. Серьезных ЧП не произошло, но жизнь оренбушцам метель и ветер осложнили. Из-за непогоды на дорогах города образовался транспортный коллапс. Туман, снег, гололед стали причинами аварий. Как оренбушцы встретили непогоду, узнала Надежда Русяева. Зима не заставила себя долго ждать. И к ней многие оренбушцы, как оказалось, были не готовы. Серьезные заторы образовались во всех частях города. Из-за аварий с участием сразу нескольких автомобилей. Я въезжал в ДТП и задел. Белый покров буквально за час скрыл под собой асфальт и еще зеленые деревья. На дорогах образовалась ледяная корка. Поэтому движение с самого утра было осложнено пробками. Средняя скорость транспорта составляла чуть более 10 км в час. Избежать столкновений не смогли десятки автомобилистов. Когда выезжаешь, прилегаешь, надо смотреть не только налево, но и направо. На проспекте Победы водитель внедорожника въехал в столб. Троллейбус занесло на обочину. Водитель, женщина, долгое время пыталась справиться с проблемой сама. Но вернуть транспортный маршрут удалось только с помощью тягача. Если бы они посыпали, уже такого не было бы. Помощь потребовалась водителю фуры на улице автомобилистов. Грузовая машина не могла сдвинуться с места, поскольку дорога на этом участке идет в гору. Преодолевать преграду вынуждены были и легковушки. Но большегрузу справиться с препятствием оказалось сложнее. Первым на помощь приехал внедорожник. Следом – трактор. Переобуть своих коней автомобилисты не спешили вплоть до сегодняшнего дня. Шиномонтажные мастерские развернулись прямо на дороге. А некоторые и вовсе оставили свои машины вдоль проезжей части, не рискуя ехать дальше. Коммунащики боролись с разгулом стихии в течение всего дня. Техника первым делом расчищала центральные магистрали. Уборка снега велась на остановках и во дворах. Семья с двумя маленькими детьми едва не угорела во сне. Пожарным вовремя удалось спасти их. Сегодня ночью серьезный пожар произошел в поселке Пригородно. Сейчас четверо пострадавших с ожогами находятся в больнице. В 12 часов ночи на улице Терешковой в поселке Пригородный поднялся черный столб дымом. Загорелась квартира в таунхаусе. Пожарных вызвали очевидцы. Они сообщили, что в доме могут находиться люди. Спасатели довольно быстро приехали на место, но оперативно найти в квартире жителей оказалось непросто. Сложная планировка. В итоге огнеборцы обнаружили всех – женщину, мужчину и их двоих детей. Вся семья спала и, по всей видимости, они успели надышаться угарным газом. Их эвакуировали и передали медикам. Но тушение же пожара потребовалось 5 часов. Усложняло тушение пожара. Во-первых, это порывистый шквальный ветер. Пожар гулял, можно сказать, по кровле. Заходил под профлисты и по утеплителю гулял. Соответственно, приходилось скрывать полностью кровлю в здании и проливать этот утеплитель. Двое детей и их родители получили ожоги. И они надышались угарным газом. Сейчас они находятся в больнице. Врачи сообщают, что их здоровью ничего не угрожает. Соседи, которых в момент возгорания не было, пожарю знали только утром. Их квартиры также пострадали от огня. Мы приехали, не было ничего. Уже все, пожарные только были. А ваша квартира пострадала? Пострадала. А что конкретно у вас? Ну, это надо смотреть еще полностью, разбираться. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю, внутреннюю отделку и личные вещи жильцов. Предварительная причина – это недостаток конструкции электрооборудования. Ну, простым языком, если говорить, короткое замыкание. Пока предварительно так. Но экспертам дано 10 дней для установления более точных причин. Дома, квартиры, дачи, гаражи и сараи посчитают по-новому. Соответствующий документ Минкороморазвития вступил сегодня в силу. Чиновники утверждают, что теперь кадастровая стоимость недвижимости будет точнее. От этого зависит ежегодный налог и судебные споры. Что изменится? Новую систему вычисления стоимости квадратных метров изучал Александр Криволапов. Методика вводит ряд дополнительных критериев. Оценщикам предписано учитывать степень износа постройки, вводятся понижающие корректировки на объекты с частичными удобствами. На сегодняшний день информации минимум. Исходя из базовых показателей площади, этажности, месторасположения и года постройки, производится, скажем так, примерный расчет, который в ряде случаев может быть далек от истины. С начала года количество судебных споров в оценке недвижимости возросло в полтора раза. Люди не согласны с завышением кадастровой цены. По новым правилам теперь оценщики будут учитывать экономические, экологические и социальные факторы района. А социальные соседи, дефицит магазинов и общественного транспорта при определении цены недвижимости учитываются раньше. В объявлениях о куплении недвижимости нередко можно было встретить фразу «Маяк южный не предлагать». И так пришло время провести эксперимент на месте. Оценщик, наметанным глазом, проводит свою бухгалтерию. Сколько бы за него дали, оценили бы, например, вот этот дом? Объектом оценки не дом будет, а квартира. То есть там несколько квартир в этом доме. Ну, я так думаю, что от 500 тысяч до миллиона, там в зависимости от площади. Годовой налог на недвижимость в следующем году жители заплатят в размере 0,1% от кадастровой стоимости жилья. И тут новый пример от оценщика. За однокомнатную квартиру. Условно говоря, там миллион 300, там миллион 400. Вычитаем льготу 20 метров. И, соответственно, как бы там больше, меньше миллиона как бы остается для нового обложения. Соответственно, рублей 500 будет налог. Если же квартира площадью меньше 20 квадратных метров, то от налога и вовсе освободят. Такое же послабление предусмотрено и для владельцев домиков площадью меньше 50 квадратных метров. Если особняк больше, то стоимость этих полсотни метров также вычтут из налогооблагаемой базы. Пересмотр кадастровой стоимости недвижимости планируется не реже одного раза в пять лет. Так что жилье, а вместе с ним и налог, могут подорожать, а могут и напротив обесцениться. Кадастровая оценка в Оренбурге по заказу областного правительства уже проведена. И пересчитываться в ближайшее время, вероятно, не будет, за исключением судебных споров. Новую методику расчета применят уже через пятилетку. И уже не общественные, а государственные оценщики. Правительство области определилось с должностью исполняющего обязанности министра спорта и туризма области. Ее занял Геннадий Лискун. До этого времени он был начальником управления организационной работы, кадровой политики и правового обеспечения. В управление по спорту области Геннадий Лискун пришел в 90-х. За это время работал главным специалистом и начальником отделов. В 2013 году был назначен на должность заместителя министра. Правда, с приходом Олега Пивунова его понизили до начальника управления. Стоит сказать, что после возбуждения уголовного дела в отношении Олега Пивунова среди главных претендентов на постминистра назывались фамилии трех его замов. Но выбор пал на начальника управления организационной работы, кадровой политики и правового обеспечения. Напомним, министра Пивунова обвинили в злоупотреблении, служебными полномочиями и растрате. Он, будучи директором хоккейного клуба «Южный Урал», не платил налоги. Ущерб составил более 20 миллионов рублей. Однако сейчас он все возместил, но следствие еще продолжается, на время которого Пивунов находится под домашним арестом. Оренбургские медики создали аппарат, позволяющий предсказать грядущий инсульт всего лишь за 5 минут. Задержана преступная группа, которая занималась хищением нефтепродуктов. 12 человек в течение двух лет вывозили сырье с одной из нефтебаз Оренбургского района. Жестокое убийство в Орске. Сожитель нанес своей гражданской жене 20 ножевых ранений, а своей 4-летней дочери он перерезал горло. Два года с одной из нефтебаз Оренбургского района преступники сливали нефть. Следственный комитет совместно со спецподразделением полиции провел операцию по задержанию преступной группы. Всего задержано 12 человек. Сырье тайно похищали с нефтебазы на протяжении нескольких лет. В группировку входили и работники базы, которые пропускали нефтебозы на территорию предприятия. Задержано 12 подозреваемых, они дают показания. Также подсчитывается нанесенный ущерб. По некоторой информации, нефтевозы могли загружаться сырьем по нескольку раз в неделю. Украденное через аффилированные общества сдавали в терминалы города и области. Подозреваемые были задержаны непосредственно на месте преступления, то есть после совершения хищения нефтепродуктов. Следователями Следственного комитета были проведены неотложные следственные действия. Были установлены ряд фактических обстоятельств. Организатору преступной группы и ряду его членам было предъявлено обвинение по факту хищения нефтепродуктов совершенной организованной группы в особо крупном размере. Как сообщают в Следственном комитете, организатор группы находится под стражей пятерых фигурантов под домашним арестом. Остальные под подпиской о невыезде. Распознать и предупредить. Оренбургским медикам удалось создать аппарат, который может предсказать возможный инсульт или инфаркт. Само исследование длится всего 5 минут, позволяя при этом определить возможность сердечно-сосудистого приступа в течение ближайших 10 лет. Сейчас разработка ученых на стадии получения патента. Все о научной разработке оренбургских ученых узнала Наталья Голикова. Специалисты кафедры неврологии из Оренбургского государственного медицинского университета сделали значительное открытие. Они научились предсказывать инсульт. Чудо-прибор пока под грифом секретно. Увидеть его дано немногим. Аппарат еще не запатентован, и идеи оренбургских ученых могут украсть конкуренты. Это даже не аппарат, а аппаратно-программный комплекс. Внешне выглядит как банальный аппарат для измерения давления. То есть манжеты с ревноматическим нагнетением воздуха и специальный механизм-фиксатор к датчику культурозвуковому, чтобы врачу было удобно анализировать. И таким образом смоделировать возможный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, если их еще нет. А в будущем, например, на 10-летний период, если есть заболевания, оценить динамику, и таким образом скорректировать лечение. По своей сути, прибор – это дополнение к аппарату УЗИ. Он позволяет всего лишь за 5 минут произвести исследование сердца. Научное открытие может спасти тысячи жизней. В России на первом месте стоит заболеваемость и смертность как раз-таки от сердечно-сосудистых недугов. Есть такая интересная фраза, которая мне нравится. Мария фон Эпенбах, известный писатель, я ее несколько переначу, что от настоящей любви и от инфаркта человек узнает это только, когда с ним это случится. Поэтому профилактикой мы не объясним человеку. А если мы покажем на нашем аппарате ему, что через 5 лет, если вы будете вести такой же образ жизни, у вас будет инфаркт и инсульт, то я думаю, это несколько изменит структуру заболеваемости, смертности, по крайней мере. Крант в размере 300 тысяч рублей. На разработку уникального проекта ученые уже получили. Эти деньги пошли на изготовление опытного образца. Рынок медицинского оборудования, он консервативен, инертен. И от разработки до внедрения какой-либо технологии проходит иногда 10-15 лет. То есть заканчивается тем, что технологии, лекарственные средства становятся уже не нужны рынку. А вот такая вот грантовая поддержка и организация малого инновационного предприятия на базе нашего Айнбургского медицинского университета совместно с клинической больницей имени Пирогова у нас существует научный центр, который этим занимается, позволит нам быстро внедрить нашу разработку. Чтобы запустить измерительный аппарат в производство, нужно еще 2,5 миллиона рублей. Сейчас ученые ищут инвесторов. Аппаратом уже заинтересовались. Разработчики планируют, что им удастся реализовать проект в течение трех лет. Оборудование, которое может, допустим, покупать здравоохранение, оно ограничено в финансовом плане. Наш метод не такой дорогой, аппарат тоже не такой дорогой. Это здесь, конечно, финансовая и экономическая целесообразность. Окончательная стоимость приборов будет варьироваться в районе 200 тысяч рублей. Это значит, он может появиться в любой частной клинике, больнице или просто простой поликлинике. А значит, проблема с диагностикой, инфарктов и инсультов. Возможно, разрешится в пользу пациентов. Наталья Голикова, Петр Рукин, Ориен ТВ. Жестокое убийство в Орске. Мужчина безжалостно расправился со своей гражданской женой, нанес ей 20 ножевых ранений. А четырехлетней дочке и вовсе перерезал горло. Шокирующее преступление произошло в многоквартирном доме на улице Добровольского накануне вечером. Тела дочери и внучки обнаружила мама погибшей женщины, которая вернулась в прогулки со средней по возрасту внучкой. Убийца скрылся с места преступления и сейчас все силы полиции брошены на поимку подозреваемого. В трехкомнатной квартире в доме на улице Добровольского проживали пожилая женщина, ее дочь и трое детей. Известно, что 35-летняя жительница Орска ранее сожительствовала с уроженцем Азербайджана. Вместе они прожили пять лет. Однако гражданский муж неоднократно избивал жену. Женщина обращалась в полицию. В последний раз, испугавшись правосудия, мужчина уехал на родину в Азербайджан. Правда, через два месяца приехала обратно в Орск, чтобы наладить отношения. Этого сделать не получилось, но женщина решила не отказывать отцу четырехлетней девочки во встрече с отцом. В день происшествия, около шести часов вечера, бабушка вместе со средней дочерью ушла гулять по магазинам. Предварительно знала о том, что придет бывший сожитель дочери, встретится и увидится со своей дочерью, то есть младшей четырехлетней девочкой. Они ушли, видели, что мужчина пришел и оставался в квартире. Придя с прогулки, примерно в 7-8 часов вечера, дверь была закрыта. На звонки, звонок никто не открывал. Женщина открыла своим ключом дверь, зашла и вместе со своей внучкой обнаружила тела, убитые своей дочери и внучке. Картина шокировала даже следователей. Мужчина устроил настоящую расправу. Изрезанная женщина лежала в луже крови. Сожитель нанес ей 20 ударов ножом. Рядом с ней, с перерезанным горлом, находилась четырехлетняя малышка. Сам же подозреваемым в жестоком убийстве подался в бега. По данному факту возбуждено уголовное дело. Это убийство двух и более лиц, в том числе убийство малолетнего. На месте происшествия работали как следователи следственного комитета, так и опытные следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Осмотрен, производен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, а также назначены необходимые экспертизы. О конфликтах в семье соседи не знали. Всегда было все тихо и спокойно. А подозреваемым в убийстве считали культурным, добрым и вежливым человеком. Что-то такая беда произошла, знаем. А вот чтобы там что-то видеть или мы слышали, вообще ничего абсолютно, даже удивились. Они же новенькие. Пару раз только здоровались, так здрасте, здрасте, знаешь, что дети у них маленькие. Все, они буквально недавно приехали. Прям видно, что какой-то культурный вроде нормальный семейный мужик. Вчера он здесь был вроде бы как этот мужчина. А сами как-нибудь вообще с ними пересекались? Нет, они здесь относительно недавно живут, поэтому как-то мы с ними не это. Ну так, увиделись, ходили, здрасте, здрасте, все. То есть ни криков, ни шумов, такого ничего не слышно было. Известно, что накануне трагедии подозреваемый получил справку из ФМС с предписанием покинуть страну. Возможно, что конфликт мог возникнуть как раз из-за этого. Он, вероятно, хотел забрать дочь с собой. Сейчас все силы полиции брошены на поиски убийцы. Ориентировки разосланы по всей области. Гордаша Фрауов Джамалдин Аглы, 32 года. Он выглядит старше своего возраста. Рост около 180 сантиметров. Худощавого телосложения. Волосы темные, короткие. Полиция просит позвонить по указанным телефонам. Следователь не исключает версию того, что подозреваемый мог покончить с собой. Однако все вокзалы, аэропорты контролируют полицейские. Возможно, подозреваемый уже успел выехать из Орска. Известно, что у погибшей женщины остались еще двое детей. От угадайки к творчеству задания единых государственных экзаменов изменятся. Изменится и школьная программа, заявил сегодня на встрече с журналистами министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов. Новый министр образования России Ольга Васильева внесла новые тенденции. Готовые варианты ответа в контрольно-измерительных материалах по многим предметам сменятся с заданием, рассчитанным на творчество выпускников. Более углубленно школьникам придется изучать историю Родины и даже жития святых. По литературе тоже угадайка, да не думаю, уверен, исчезнет. Значит, будет серьезное изменение в качестве смены части вопросов в биологии, физике, информационно-коммуникационных технологиях. Через год-два-три вновь заговорят о введении еще одного обязательного экзамена, экзамена по истории России. В отдельных контрольно-измерительных материалах есть вопросы, которые раньше, ну, по крайней мере, в мой период, работая в высшем учебном заведении, в учебном курсе не рассматривались. То есть это история святых отдельных. Совершенствуются и цифровые технологии сдачи ЕГЭ. Сканирование передачи контрольно-измерительных материалов теперь будут проводиться, не выходя из класса. На закупку соответствующего оборудования Оренбургия получила более миллиона рублей из федеральной казны уже. К концу этого года родители будущих выпускников смогут сами первыми пройти испытания со всеми атрибутами ЕГЭ. Родители наших выпускников, и мы с ними как бы проведем вот так, как проводится в период сдачи единого государственного экзамена. С рамками, с предъявлениями паспортов, с комнатами для сдачи сумок, телефонов и всего остального, что необходимо при едином государственном экзамене. Кстати, третья часть родителей в прошлом году справилась с контрольно-измерительными материалами. Единые государственные экзамены для взрослых – это дело добровольное и служит больше моральной поддержкой и снижением стресса в период настоящих экзаменов. Это были события за последние семь дней. Какие они будут на этой неделе, смотрите новости Оренбургии. Мы обо всем расскажем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова